Приветствую вас, Светлана. Прочитая ваш вопрос, я могу выделить несколько, несколько моментов, несколько нюансов, на которые хотел бы обратить ваше внимание. Во-первых, не совсем ясна ваша цель. То есть вы спрашиваете, как поступить, но как поступить, чтобы что в итоге? То есть здесь всегда два идёт различия, два варианта, два пути. Первый путь это когда вы разбираетесь в себе и лучше прислушиваетесь к себе и понимаете, что вам нужно. Признаёте, что ваше взаимодействие с мужчиной является таким, какое оно есть именно в силу ваших противоречий, ваших конфликтов внутри вас. Чуть дальше я поясню, что это за конфликты. Либо вы гармонизируете свои отношения с молодым человеком путём изменения своей модели поведения с ним. Ну, условно говоря, с ним. Желательно, чтобы вы вообще скорректировали свою линию поведения так, чтобы она приносила вам всё-таки больше позитива, чем негатива. Вот. Это первое. То есть у вас нет цели. Непонятно, чего вы хотите и непонятно, какой запрос к психологу, то есть какая задача у психолога. То есть мы можем говорить об одном, мы можем говорить об другом, а вопрос в том, что нужно вам. Может быть, конечно, нужно и то, и другое, но это всё равно получается достаточно объёмно. И если, к примеру, то, что касается гармонизации отношений, выравнивания, взаимодействий с людьми и, в частности, с мужчиной, можно подсказать дистанционно, можно подсказать вот так, в таком формате, то чтобы разобраться в себе, нужна всё-таки беседа, нужна обратная связь, нужно вас чувствовать и так далее. То есть это требует определённого времени и определённого подхода, усилий. Дальше, вы говорите о том, что ваша мама познакомилась с мужчиной, который приехал вместе с ещё двумя, значит, познакомилась она с ним и решила познакомить его с вами, ну или вас с ним, как угодно. Вот здесь, на самом деле, первый такой, первый звоночек, первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Ну, во-первых, мужчина, якобы с образованием, якобы сдающий квартиру, занимается физическим трудом, я так понял. Ну, мягко говоря, стран. То есть я понимаю, что вы можете воспринять это как придирку, я понимаю, что вы можете сказать, нет, у меня и вот такие мужчины есть, знакомые, которые вот достаточно обеспечены, но при этом занимаются физическим трудом, занимаются строительством, строительством и чем-то таким, я с вами согласен. Но мне кажется, что когда человек работает вот непосредственно руками, да, когда человек занимается такой грязной, тяжёлой работой, я так понял, что у вас именно такая, у него, точнее, была именно такая работа, вот, то вопрос образования всегда стоит, то есть какое это образование, да, если это, например, строительное образование, то это одно, да, но опять же, я не очень в этом разбираюсь, но строительное образование предполагает, что человек больше руководит процессом, понимаете, ну, опять же, как мне так, мне так видится, я могу быть не прав, мне так видится. То есть мне тут, мне кажется, что я это к чему говорю? Я это говорю к тому, что ваша мама, она почему-то решила познакомить вас с ним, да, то есть вот почему-то родитель считает, во-первых, начинает плотно общаться с мужчиной для того, чтобы после познакомить его с вами. Это странно. Это странно, это говорит об определённой заинтересованности в налаживании вашей личной жизни. При том, что вам 25 лет, вы, как я понял, достаточно обеспеченный человек, вы образованы во знаниях иностранных языков, и, казалось бы, свою личную жизнь вы можете организовать сами. Это первое. И второе, это то, что, ну, личная жизнь в вашем возрасте при ваших данных волновать вас не должна особо. как не должна волновать ваша личная жизнь вашу маму. Но, очевидно, получается так, что волнует. Волнует настолько, что вы все те вот действия, которые вы совершили после, для себя считаете вполне приемлемым. Хотя, человек вашего положения, он, ну, так вести себя, скорее всего, не будет. То есть, заботиться о ком-то и вкладывать в кого-то, безусловно, безусловно, можно и, безусловно, нужно, но только после того, как более-менее человек узнает. Вот. Итак, ваша мама знакомит вас с мужчиной. То есть, вы понимаете, что я хотел бы этот момент раскрыть, да, почему ваша мама начинает плотно общаться с мужчиной, почему она считает для себя возможным знакомить вас с мужчиной, который понравился ей, не настораживает ли вас тот факт, что вам и вашей маме, по сути, понравился один и тот же мужчина, что говорит о том, что у вас имеет место быть родительский сценарий, вот, причем прямой родительский сценарий, да, то есть, есть такая вот, такая вот история, когда человек движется прямо вот по пути своего родителя. То есть, у него такие же вкусы, как у родителя, у него такие же взгляды, как у родителя, ну, в общем, он очень похож на своего родителя. Только проблема в том, что такой человек не родитель. То есть, проблема в том, что такой человек, он уже другой человек. И вот из-за этого возникают проблемы. То есть, здесь одинаковость, по сути, ваших вкусов с мамой для вас является, ну, таким опасным, потенциально опасным моментом. Потому что я очень мало, очень мало знаю случаев, когда родитель, беря вкус своего родителя, ой, когда ребенок, беря вкус своего родителя полностью, становится счастливым. Потому что все-таки ребенок, это новое поколение, поколение, это человек, рожденный в другом времени. И вкус и взгляды родителей, они не могут быть приняты ребенком полностью здесь. Еще раз повторю, вам понравился тоже мужчина, что и вашей маме. Ваша мама, человек, ну, явно, скажем так, пожилой. Да, я не знаю, сколько у вас, сколько у вашей маме лет. Ну, давайте предположим, что вам 25, ну, предположим, что ей 50. Предположим, что ей 50. Если даже, вот, ну, даже, даже, может быть, не 50, даже, может быть, пусть даже 45. Пусть даже 45. То есть, если она родила вас, вот, в 20 лет, если я все правильно посчитал. Вот. Вы простите меня за математические вычисления, я могу не ошибаться. Мне очень сильно математический вопрос. Ага. То ваша мама достаточно пожилой человек. Или возрастной человек, как и в случае, если ей 45. Возрастной человек. Соответственно, мужчину 28 лет, мужчину 28 лет, она будет воспринимать, ну, скажем так, как ребенка. Да, то есть, относиться к нему покровительством. Относиться к нему, ну, сверху вниз. Да. То есть, она родитель, а он ребенок. И если вам нравится такой же мужчина, что и маме, то и вы относитесь, будете относиться к нему так же, как относится ваша мама. Вот здесь вкус определяет поведение. Не всегда, не всегда определяет вкус поведения. И, вероятно, есть другие факторы еще. Я о них тоже скажу. Но, пока что мы говорим именно об этом. Что, вот как мама может воспринять мужчину такого, так и вы можете воспринять такого мужчину. И показательно, что ваша мама в курсе, в курсе того, что происходит в вашей личной жизни. То есть, ну, я понимаю, что раз она вас познакомила, то, соответственно, она и интересуется, что и как. Соответственно, она высказывает свое мнение. Соответственно, она, ну, в общем, участвует в процессе, да. Участвует в развитии ваших отношений. А это очень деструктивно, потому что родители редко позитивно влияют на формирование, вот, позиции в личной жизни своего ребенка. Поэтому здесь я бы зафиксировал, наверное, недостаточно простроенные личные границы между вами и вашей мамой. Опять же, вы можете сказать, нет, у меня все в порядке. Мама живет отдельно, я живу отдельно, допустим. То есть, как бы мы дружим и все. Я не спорю, не спорю, пусть так. Но пока из вашего текста вытекает именно это. Я ведь не знаю других аспектов взаимодействия с вашей мамой, да. Я опираюсь только на то, что есть в вашем тексте. А в вашем тексте, в тексте есть то, что мама в курсе того, что это молодой человек. Но он в курсе его признаний. И вот совершенно непонятно, почему то, в чем мужчина признается вам, вы рассказываете своей маме. То есть, как бы, ну это, мягко говоря, это неуважение к тому, чем мужчина делится. То есть, я не уверен, что он хотел бы, чтобы то, что он рассказал вам, стало бы известно, например, вашей маме. Здесь, опять же, для меня загадка, зачем вы это маме рассказываете. И, скорее всего, у вас есть основания для того, чтобы рассказывать. Скорее всего, вы знаете, для чего вы это делаете. Но это, это является, является, как раз таки то, чем я называю недостаточной простроенностью личных границ. Это происходит между вами и вашими мужчинами, неважно какими, маму не касается. То, что она вас познакомила, это было ее право, это была ее инициатива. Но это не обязывает вас к тому, чтобы что-то ей рассказывать. И даже если вам хочется нам рассказать что-то о своей личной жизни, то делать это нужно очень осторожно. Потому что легко получить негативный не отклик, а импульс. Вот. Есть, конечно, здесь исключения, здесь есть нюансы. Но, в целом, вот, ситуация выглядит так. Да? Дальше, дальше. Вы говорите, что вы понравились с мужчиной друг другу с первого взгляда, с первым моментом. Ну, мне, честно говоря, не то, чтобы я не верю в любовь с первого взгляда и в симпатии с первого взгляда, просто мой опыт говорит о том, что когда люди вот так пересекаются по сватовству своего рода, хотя я не знаю, опять же, степенью участия вашей мамы в том, что она делала, то происходит некий элемент идеализации, происходит некий элемент романтизации человека. То есть вы, например, оказались не готовы столкнуться с реальностью в виде того, что у мужчины действительно есть, и какой у него, действительно, там, багаж, знания и прочее. Как и ваша мама тоже, понимаете. Если бы не было вот этих обстоятельств, которые, вероятно, усилили степень идеализации, то, ну, возможно, вы бы быстрее как-то пришли к тому, что мужчина не совсем тот, кем он изначально представляется, и сделали бы выбор. Итак, вы, соответственно, нравитесь друг другу с первого взгляда, и здесь очень важно понимать, что вы вкладываете в это понятие «нравиться», то есть вот что вам, как вы чувствуете симпатию, что она из себя представляет для вам. То есть это желание сделать человека счастливым, это желание заботиться о человеке, это желание что-то получить от него, это желание реализации каких-то перспектив в будущем, то есть вот что, что лично вам нужно. Те действия, которые совершали вы, а именно ездили к нему, ухаживали за ним, содержали его, толкали его, тюкали его, как вы сами говорите, все эти действия свидетельствуют о том, что вы пытаетесь сделать из мужчины кого-то. То есть нет у меня такого чувства, что вы принимаете его таким, как он есть, вы пытаетесь сделать из него кого-то. Так что про любовь здесь речь не идет. Вопрос только в том, для чего вы хотите сделать из него кого-то. Вот здесь вопрос встает уже о ваших личных мотивах организации своей личной жизни. То есть с людьми можно встречаться по разным причинам. Можно встречаться просто потому, что вам хорошо вместе. Можно встречаться потому, что вас объединяет какая-то деятельность. Можно встречаться потому, что вы друг другу что-то даете, в том числе и секс. Можно встречаться для того, чтобы, ну потому, что вы возлагаете надеты на человека, на какую-то перспективу, на какое-то будущее. Ну в частности на создание семьи и рождение детей. И вот последний вариант, когда мы встречаемся с человеком, пытаемся сделать из него кого-то, как вы пытаетесь это сделать. По сути вы реализовываете свои желания. Или желания, скажем так, своего близкого круга людей. Которыми могут быть и родители, и друзья. И нечто, что составляет ваш социальный сад. То есть вы можете считать, что вот мужчина в таком виде, в каком он есть сейчас. Ну он, мягко говоря, не соответствует тому, кому вы хотели бы видеть рядом с собой. Но вот беда. Откажись вы от него и перестав вы с ним выстраивать отношения. Вам придется искать нового мужчину. Это достаточно тяжело. И это, соответственно, сразу открывает несколько таких проблем. Да. Во-первых, построение отношений для вас является чем-то сложным. Во-вторых, вы, ну как вам кажется сложным. Во-вторых, вы не полагаетесь в отношениях на собственные чувства. На собственные желания. Потому что вы тянули лямку. Вас коробило. Но вы проглатывали. Вы молчали. Не высказывали свое недовольство. То есть вы себя пересиливали. Вы себя пересиливали в отношениях ради какой-то цели. Какая это цель? Почему она для вас так важна? И имеет ли она отношение к мужчине? А скорее всего не имеет. Потому что человек не может быть объектом желания другого человека. Ну я имею в виду в том, что касается отношений. Мы можем хоть и хотеть там что-то от человека получить. Это нормально абсолютно. Вот. Но это не является, не может быть самоцелью. Потому что сама цель, она делает нас как раз таки зависимыми от другого. Да? Это такой момент. Далее. Далее. Вы по отношению к человеку ведете себя как родитель. То есть вы о нем заботитесь. Вы его обеспечиваете. Вы его опекаете. Вы его подтолкиваете. То есть по сути вы мажете. Вы мажете. И вот здесь, здесь я бы сказал очень важную, на мой взгляд, вещь, которая вообще-то является центральной. Я старался так мягко вас к ней привести. Я не знаю насколько у меня это получилось, но я старался это сделать. Суть заключается в том, что ваш текст это не текст 25-летней девушки, даже образованных, даже расчет на весь язык. У вас не текст 25-летнего человека. У вас текст 35-40-летнего. То есть вы явно взрослее своих лет. Вы ведете себя как явно взрослее своих лет. Понимаете? О чем это говорит? Это говорит о том, что вы не склонны, опять же, слушать себя. Вы не склонны прислушиваться к своим чувствам. Вы не склонны следовать своим желаниям. У вас покорудовало, вы это не выразили. Вам не понравилось, вы это не выразили. Вы чувствуете, что тянет, тянете все одна. Вы это не выразили. Вы ощущаете, что вы тюкаете, толкаете мужчину, и вам это не нравится. Вы это не выразили. Вместо этого вы пытаетесь подумать, а стоит ли быть с этим мужчиной? То есть когнитивно, интеллектуально это решить. Но ведь такие вопросы не решаются интеллектуально. Такие вопросы решаются очень просто. Хочу, не хочу. Но вопрос здесь возникает в том, насколько вы привыкли полагаться на свое «хочу» и «не хочу». И вот исходя из того, что вы пишете, я полагаю, что «хочу» и «не хочу» у вас очень мало. Есть у вас только «надо», «должна» и все. Если у вас действительно превалирует «надо», «должна» и «обязанно», то ничего удивительного в том, что мужчина понравился вам с первого взгляда, нет. Те чувства, которые вы себе подавляли, концентрированно проявились вот здесь. Нет ничего удивительного, что вы чувствуете к нему может быть привязанность. Потому что, опять же, чувства, которые вы не выражаете, компенсируются, сублимируются в такой вот форме. Соответственно, чтобы здесь уравновесить вашу заинтересованность в мужчине, необходимо начать больше выражать чувства. Необходимо больше полагаться на свои «хочу» и «не хочу». Необходимо вести себя менее по-взрослому, как вы себя ведете сейчас, менее родительски и больше по-взрослому. Необходимо быть равным мужчине, ну, или за его спину. Но никак не выше, потому что, находясь выше, вы становитесь его мамой, а мама, как известно, подавляет мужское либидо. Вот. Дальше. Вы говорите о том, что, значит, ну, вы ездили к нему в город, он сказал, что у него есть квартира, вы поверили. Я полагаю, что поверили вы ему, потому что... Ну, потому что были охвачены своими чувствами и потому что не хотели признавать, что есть, то могут быть какие-то трудности в этом. Слишком все хорошо складывается. У меня вопрос к вам только один. Почему вы считаете для себя приемлемым к нему ездить, да, в город? Почему вы считаете для себя приемлемым делать все, что вы делаете? Толкать его, тюкать, чему-то мотивировать и так далее. Почему вы считаете для себя это приемлемым? По какой причине вы не принимаете человека таким, как он ездит? Дальше. Он сделал вам предложение перед Новым Годом. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но все достаточно быстро у вас, на мой взгляд, двигается. Ну, развивается достаточно быстро. То есть, я не знаю, на сколько прошло времени, по времени вы не очень хорошо описываете, но предполагаю полгода, если сделать ставку на то, что ремонт, фундамент, ну вот те работы, которые мужчина делал, да, вот, они происходили летом. В полгода прошло, мужчина делает вам предложение. Ну, если действительно полгода, то срок, в принципе, нормальный. Хотя, мне кажется, достаточно быстрый. Ну, то есть, достаточно быстро вам все это происходит. Далее. Далее. Далее, мужчина признается вам в том, что врал насчет квартиры и насчет своих оборудований. И здесь еще один вопрос. Почему человек врет насчет своих достоинств? Почему человек пытается их преувеличить? С одной стороны, потому что человек сам себя стыдится. Это проблема вашего мужчины. Он сам себя стыдится. У него есть, конечно, и у него могут быть и другие мотивы, вот, но ложь – это следствие стыда. Первое. Второе. Человек врет тогда, когда чувствует, что от него хотят больше, чем он из себя представляет. Что от него, у его партнера, неважно какого, больше ожидания, чем то, что сам человек может дать. Говоря другими словами, мужчина врал вам, потому что чувствовал, что вы ждете от него гораздо большего на все. Он способен. Далее он говорит, что он врал, потому что вы такая красивая, и он считает себя недостойным вам. Честно говоря, позиция никак не свидетельствующая о том, что этот человек хочет сделать вас своей женой, потому что люди. Есть ощущение, что мужчина хочет получить стату. Есть ощущение, что для мужчины вы путевка в жизнь. Я понимаю, что сейчас это звучит как обвинение в альфонстве, мужчины, но посидите сами. Человек говорит, что я тебе вру, потому что ты такая красивая, ты такая статусная, я чувствую, что я недостоин тебя. Ты чувствуешь, что ты недостоин, делаешь этой девушке предложение, ты хочешь взять ее в жену, ты хочешь создать с ней семью. И что получается? Если она для тебя такая вот прям ух, то ты хочешь до нее дотянуться. Но если ты хочешь до нее дотянуться, что будет, когда ты до нее дотянешься? Будешь ли ты ее так же любить? Будешь ли ты так же ее уважать? Или наоборот, она будет угроза тебе? Вот зачастую в отношениях такого типа происходит именно подобные истории. Когда один партнер, смотря на другого снизу вверх, со временем доходит до его уровня. И начинает с своего партнера, которого еще недавно он боготворил, наоборот, принижать. Потому что тот является угрозой, угрозой для самого человека. Угрозой и напоминанием о том, с кем он был когда-то. Опять же, бывают исключения, но эти исключения возможны только в случае равноправных отношений. В отношениях по принципу взрослый-взрослый. У вас от таких отношений взрослый-взрослый не бывает. Прямо вытикает из этого то, что когда отношения происходят вот по такому принципу, что один партнер смотрит на другого снизу вверх, то есть мужчина смотрит на вас снизу вверх, вы получается его как бы тянете, тянете до своего уровня. Но, понимаете, когда вы человека дотянете до своего уровня, вы ему уже будете не нужны. Отчасти по тем причинам, которые назвал я, отчасти по некоторым другим моментам, но, как правило, становитесь не нужны, не нужны. Потому что, во-первых, у человека есть ощущение, что вы никогда таким, как он есть, не принимали. Во-вторых, когда человек доходит до вашего уровня, он понимает, что и вас-то он до конца не принимал. То есть, да, ему были интересны какие-то ваши черты, ему были интересны какие-то ваши качества, ну, например, внешность, например, статус, например, что-то еще, но это потеряло значение, когда он стал вам ровнее, когда он стал таким, как вы. Это значение потеряло. И надо сказать, что ситуацию могло бы спасти восприятие вас, мужчиной, как личность, и вами, мужчиной, как личность. Но ваша разность сейчас, то, что он смотрит на вас снизу верх, а вы на него сверху вниз, мешает. Мешает воспринимать его как личность. Вы уже не воспринимаете его как личность, говоря о том, что вот он раздает на права, у него нет страхового полиса, ко всему этому подталкивал его я. То есть, вы не уважаете решение человека не иметь прав и не иметь страхового полиса, к примеру. Вы не уважаете решение человека по ветеран пить пиво. К этому можно по-разному относиться, к тому, как человек проводит свой досуг, да? Но, но уважать это нудно. Вместе с тем, обращаю ваше внимание на то, что вы говорите. Я работаю сутками без отпуска, то есть вы, ну простите, трудоголик. Опять же, я могу быть не прав на счет того, что вы трудоголик. Но судя по тому, что вы говорите, ну складывается такое впечатление. Если вы трудоголик, то вы не цените себя, вы не заботитесь до конца о себе, потому что за человека, который о себе заботится, не станет работать сутками без отпуска. Вот. И задумывается, если вы о себе не заботитесь, если вы относитесь к себе с недостаточной любовью, то и к вам, к вам будут относиться точно так же. Вас не будут ценить, вас не будут любить. Просто так. Просто потому, что вы человек. Вас будут ценить, ценить и любить, пока вы можете что-то дать. Но, как только что-то дать конкретно, вы перестанете до вас или отдадите все, что у вас есть. Ценить вас не будут. Потому что вы не цените себя. Потому что каждый раз, когда вы делали все, что вы делали для мужчины через силу, вы себя обеценивали и принижали. И именно так мужчина будет относиться к вам, когда у него не будет нужды вас. Он этого сам еще не знает. Вы поймите, он не какой-то гений обмана. Он не гений обмана. Все, что он делает, он делает искренне. Я в этом уверен. Он искренне вам врал. Он искренне хочет быть с вами. Он искренне делал вам предложение. Все это искренне. Я вам говорю о подоплеке отношений. Я вам говорю о самой их природе, хочется верить. Я вам говорю о вас самой. О том, какая вы и какие отношения, благодаря тому, какая вы, вы строите. И эти отношения будут прямым отражением того, как вы относитесь к себе. И коль вы работаете без отдыха, коль вы не заботитесь о себе, коль вы не цените себя, коль вы обецениваете и принижаете свои чувства и желания, коль у вас есть проблемы с личными границами, коль у вас есть подавление своих импульсов, то именно так будет относиться к вам, ну вот, мужчина. Или ваш мужчина. Вы заметьте, вы выбрали того, кто даже при условии, что у него есть высшее образование и квартира, был вам не равня. Я уверен, что вы не считали его равным себе. Я уверен, что вы сейчас равным себе его не считаете. Сейчас и подавно, но тогда уже не считали. Хотя я не исключаю того, что вам будет сложно это признать. Итак, ваш вопрос. Мой ли это мужчина и что вообще дальше делать? Ведь вот я квартиру сняла, оплачиваю ее, а она стоит, он не может сдать. Набрала, валит теорию. Смотрите, я допускаю, что между вами могут быть искренние чувства. Но эти искренние чувства разобьются о все те проблемы, которые я озвучил вам. Если вы не хотите того, чтобы они разбились, если вы не хотите сюрпризов в дальнейшем, то начните думать о своих чувствах. Начните думать о своих желаниях. Начните думать о том, чтобы перестать пересиливать себя и заботиться о себе. Начните отдыхать, в конце концов. Спросите себя, почему мужчину подбирает вам мама, а не вы сами. Хотя вы говорите, что вокруг вас много мужчин. Не связано ли это с тем, что вы боитесь близости, боитесь сближения? Или может быть есть еще какие-то моменты? К примеру, такая вот проблема, что те, кто нравится вам, не проявляют эмпатию к вам, и наоборот. Признайте этот факт, что вы слишком взрослые, даже по сексу. Признайте тот факт, что вы игнорируете себя, игнорируете свои желания, все пытаясь решить интеллектуально. А это не является вами. Это не вы. Понимаете? Вот. И вот если вы измените свое поведение, если вы сделаете ценность из себя, если вы позволите мужчине самому делать что-то, если вы перестанете относиться к нему как к маме, то возможно ситуация изменится. Ведь приняв себя такой, какая вы есть, вы сможете принять человека таким, какой он есть. И приняв человека таким, какой он есть, не обязательно вашего мужчину, любого, вы сможете выбрать для себя, хочу ли я быть с ним или нет. В заключение я бы хотел сказать, что тот факт, что он разведен, ну, говорит об определенных проблемах в нем, в его поведении, в его мужском поведении. Эти проблемы мужчина, скорее всего, принесет и ваше отношение. Уже принес. Например, его неуверенность, например, его такая вот безответственность некоторая, его лживость, основанная на стыде. Эти проблемы могут разрушить и ваш брак. И вот ошибкой, грубейшей ошибкой было бы думать, что ваш брак, в отличие от первого брака мужчины, будет другим. Это не так. Распад брака – это всегда ответственность обоих людей. И я полагаю, вы не будете спорить с тем, что ваш мужчина не принял эту ответственность на себя. Сама формулировка «мой мужчина» и «ваш мужчина» уже означает принадлежность вам человеку. А это тоже неверно. И то, что вы так говорите, свидетельствует о том, что нет лишних границ, то есть я не отграничиваю себя от другого, и он мне для чего-то нужен. Я понимаю, что вы чувствуете себя так, как будто вас использовали, как будто из вас выжили все соки. Я понимаю, но это сделали вы сами. Вы сами все это делали. Вопрос в том, для чего? И почему вы себя пересидывали? Почему вы важность что-то сделать для другого считаете выше важности позаботиться о себе самой? Вот на этот вопрос вам нужно ответить. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok